Поступил вопрос от Анны Петрович Какой фирм у вас соковыжималка и какая модель БОШ Какую посоветуете купить? Планирую купить соковыжималку Пишут, что лучше шнека, чем центробежная Нагрев, окисление, мало витамин И еще такая мысль прозвучала, что мол Яблочно-свекольный сок или там свекольный сок надо пить Там через 30 минут после того, как вы его выдавили Внесем ясность Вот смотрите, я соками начал заниматься После того, как узнал информацию о них Прочитал книгу Нормана Уокера Это примерно был 1987 год Я перепробовал огромное количество различных соковыжималок Которые были и остановился на фирме БОРК Причем это соковыжималки были первые от фирмы БОРК Которые у нас появились Чем она меня привлекла? Она появилась вначале на передаче Я думаю, ух ты, какая вещь, надо брать Мотор должен быть большой, надежный Мотор, который тут будет выдавать дурацкое количество оборотов Раз Далее, очень важно, чтобы вот этот нож был И за ним обязательно надо следить И ситечка Самая больная часть у этой соковыжималки Это ситечка Потому что на передаче Смотрю, они там его моют, не моют Как-то побросали и так далее Они уже загробили эту соковыжималку Из-за этого ситечка Ситечка второе не выдается Ситечка самая такая нежная часть Но она добротно сделана И если за ней ухаживать Вот эта у меня соковыжималка Ну допустим, я когда узнал и привез ее сюда Эта соковыжималка у меня примерно с 2007 года То есть ей 10 лет она как ни в чем не бывало растирает Потому что я за ней слежу Я за ней слежу Больше никто не давит Сок, кроме меня Я пою там всех Далее, значит, за ситечком следите Нож, там тоже хорошая сталь Все это перетирает, растирает И здесь важно не совать туда нечто такое Что вот эти вот ножи Они такие, знаете, ну как у напильника Как у рашпиля там торчать Такие вот выступы металлические Чтоб их не ободрало То есть ни морковка, ни яблоко там Ни сельдерей Ни какие-либо коренья Они не испортят вам этот нож А вот если туда вы начнете там совать Типа что-то палки Типа косточек Чтоб допустим, что-то там такое давить С косточками То получается, вы вот эту вот вещь Нож сотрете И у вас ничего не получится Опять-таки, вы видели, что там чашка металлическая Вот эти все чашки пластмассовые Которые там были Они там загрязняются Они как-то там окисляются со временем Они как-то, знаете, становятся Ну не то Вот не то Делали я сколько этих Высоковыжималок видел Ну не та вещь А это металлический вот По которым уже готовый сок стекает Быстро она там прихлопывается Ну, в принципе, и все И так она собирается, вы видите Довольно-таки нормально, хорошо Разбирается И я научился, видите, ее вообще мыть Легко и просто Самое главное, опять-таки, вот я подчеркиваю Все оздоровление заключается в том Если вы этот метод и эту соковыжималку Приспособите для себя так Что она вам будет служить, не обременяя вас Потому что те соковыжималки Почему я особо вот от них отказывался Ну то надо мыть, то еще Ну неудобны в плане эксплуатации Перейдем к следующему Смотрите, вот шнековые соковыжималки И соковыжималки, работающие по типу центрифуги Центрифуга работает хорошо Тогда, когда надо что-то измельчить Это, как правило, вот типа яблока Типа капусты, типа морковки То есть его надо растереть Вот это хорошо будет действовать Именно, чтобы она растиралась Чтобы этот продукт терся А это, как правило, корнеплоды различные Это, как правило, ну допустим Листовые, типа капусты Которые сочные Это, значит, для яблок хорошо подходит Яблоки, там, груши Но есть у нас косточковые Допустим, вишня, там, абрикос Ягоды Вот для ягод, для фруктов с косточками Это соковыжималка не годится Не подходит То есть это не та работа, для которой она приспособлена Вот тут-то подойдет шнековая соковыжималка Шнековая соковыжималка как раз Она будет хорошо давить разного рода ягоды Но я думаю, и там надо будет сначала от косточек избавиться Иначе, что там у нас, ножи, не ножи идут Вот эти шнеки Они просто-напросто могут сломаться То есть от косточек, типа вишни Я уже не говорю абрикос Надо избавляться То есть их надо выковырнуть до того, как они попали в соковыжималку И вот такие соковыжималки тогда шнековые Они хорошо работают на ягодах Вот это вот, допустим, клубника, там, малина, черника, крыжовник Там что-то там, все-все вот в таком плане Они, вот это, это стихия шнековых соковыжималок Далее, возможно, возможно, шнековые соковыжималки Вот как раз они будут лучше использоваться, когда вы будете выдавливать сок из трав Типа что-то травяного такого То есть из листовых овощей Вот тут они, возможно, будут лучше работать, нежели центрифуга Здесь я согласен Поэтому соковыжималки для различных видов овощей и фруктов Они разнятся по себе На них, допустим, на шнековых, ну, я бы не сказал, что хуже будет выдавливаться яблоко или еще Но это будет процесс более, как бы сказать, какой-то долгий такой Долгий, нежели на центрифуге И что касается теперь, как бы, универсальности Что касается универсальности, то в зависимости от того, какими продуктами вы пользуетесь для получения соков Если это у вас идут, вот, типа, свекла, корнеплоды, там, различные Морковка, сельдерей, допустим, капуста, яблоки, груши Вот эта центрифуга, она тут будет, как бы сказать, более универсальная, что ли Вот именно для этого А в целом же и быстро будет готовить С ней как-то проще Раз, 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 раз Шнековая у меня была тоже соковыжималка Ну, вот она как-то не прижилась из-за того, что просто-напросто ее заменил на блендер И я ее заменил на мясорубку То есть на мясорубку выдавили Мощная такая мясорубочка Вот, и после того, как все это масса перемололась Отжимаете через марлечку Ну, это тоже, это уже геморрой идет Отжимание через марлечку и так далее То есть вот уже она не сгодится Вот, я думаю, что все-таки шнековая будет более универсальна Там можно будет давить и то, и все, и пятое, и десятое Ну, вот, насколько я понимаю Вот сам процесс давления И насколько она хороша будет Насколько она сделана Вот я с этим не сталкивался Поэтому я не могу порекомендовать Но я думаю, она будет все давить И ягоды там, и яблоки Ну, и все там остальное там резать Но, вы видели Насколько быстро я давлю на этой Там такая большая горловина Туда такая, хопа, все Пролазит А в шнековой что-то измельчать Или еще что-то там делать Ну, вот я не работал И почему не работал Если бы меня не удовлетворяла центрифуга Высоковыжималка Я бы тогда перешел бы на эту А так как она меня полностью удовлетворяет Я на этой выдавливаю быстро Легко просто разбираю Мою и так далее Так, теперь там прозвучал такой вопрос Какая модель теперь? Вот эти Фирма Бош Какая модель? Вот надо бы взять Такую, как у меня Потому что последующие Начали делать Они начали, знаете, вот Сделали вещь И, возможно, эта вещь делалась В самой Германии А потом они начали там, допустим Бош выпускать в Китае Они начали вот это все заменять Как бы сказать Облегчать себе стоимость И вместо металла Использовать пластик А этот пластик Сами знаете Моем там Вдарили, не вдарили Еще как-то Осторожно, неосторожно Убираем Туда-сюда Вынимаем ее Она потеряла свою надежность Используйте соковыжималку Как у меня Чтоб она была металлическая Вот это вот Как я вам показывал Вот то То, что надо Если пластмасс Да, он будет работать Но он уже какой-то Недолговечный Это уже какая-то, знаете Вот Да и приносили соковыжималки Такие уже на передачу Что-то Что-то не то Вот она, знаете Так Не хочу сказать Что деньги отваливать И хорошие Она получается там Разовая вещь А зачем нам разовую вещь Когда она должна Как у меня Прослужить 10 лет И еще она будет Служить 10 лет Только Чтобы за ней Был закреплен Один человек Который за ней Готовит на ней И ухаживает за ней И тогда она Прослужит долго Так, дальше Вот такую Я вам посоветую купить Ищите такую Так, пишет Что лучше Не, говорит Центробежная Нагрев Окисление Мало витаминов Ничего подобного Значит Никакого нагрева нет Какой там нагрев Она только раз Выдавила И все Это скорее всего Шнековая будет Там Нагорев Потому что Надо там Крутить Шнек этот А тут она Мелет это То есть Никакого нагрева Окисления Значит Я согласен Что какое-то Окисление Теркой Есть Металл С соками Что-то там Будет такое Но Это какой-то Минимум Знаете Ну вот будем говорить Но если даже процентов Там 10 Потеряется Вот этих витаминов Или еще Останется Огромное количество Но я думаю Что там Теряется Намного меньше Если там И потеряется Там допустим 3 процента От контакта С металлом То этим Просто-напросто Можно Пренебречь Вот знаете Не надо Там вот Как-то Некоторые Шнековые Она там Выдавит тебе 100% И ты С ней будешь Там мучиться Мыть И так далее И какую-то Фирму выбирать И Центрифуга Которая Тебя Выдавила Быстро Легко И просто И потеряла Там 2-3 Процента Этих Витаминов Этим Витаминами Разрушением Витаминов При контакте С теркой Можно Пренебречь Окисление Значит и мало витамин И там будут достаточно И тут достаточно То есть Этот вопрос Надо снять И не заикаться Окисление А окисление Это происходит В основном Когда мы Сок этот Побежал Свежий И он окисляется Не столько От контакта С Самой Металлической Теркой Там С самим Этим Ситечком С самой Этой чашкой Металлической Он окисляется На воздухе Из-за того Что мы Как бы сказать Упаковку Разобрали В которой Находятся Вот эти все Вода Биологически Активная В ней Значит Вот эти все Вещества Биологически Активные Мы просто Упаковку Разобрали Идет контакт С воздухом И светом Вот здесь Разрушаются Витамины Идет окисление Очень большими Темпами Очень большими Давишь сок Яблочный Вот Пенка Зеленая Пока выдавился Этот сок Она еще Становится Так уже Буроватенькая Если он Постоит Ну примерно Грубо говоря Минут 15 Там 20 Она уже Такая Знаете Бурая Но тем не менее Там Внутри Все равно Достаточно Будет Сделаю Выпью И еще Где-то Литровую банку Этого сока Поставлю В холодильник Ну и что Что там Разрушится Опять-таки Пускай там Разрушится 10-15 Процентов Этих там Витаминов Но все остальное Будет целое То есть Это вообще За глаза Нам хватит От этого Количества То есть Опять-таки Как бы сказать Этим можно Пренебречь Но Сразу Так что Витамины Окисления Мы разобрали Окисление Происходит Из-за того Что идет Контакт С воздухом И светом Поэтому Здесь Рекомендация Как можно Скорее Выпить Но Вот что Касается Теперь Свеклы Свекольного Сока В нем Содержатся Очень Такие Мощнейшие Ну будут Какие-то Эфиросодержащие Вещества Которые Если бы Я выпил Ну примерно Даже Полстакана 100 грамм Сока Свекольного Вот сразу Который Выдавился бы Неизвестно Что со мной Было бы Потому что Я пил До этого Знаю Там допустим Даже столовая ложка Не говоря там О большем количестве Обычно Начинают с чайной ложки Чайную ложку Добавляют На стакан Этого самого Яблочного сока И получается То что надо Вкусно Хорошо И в голову Не бьют То есть Мощнейший Какой-то Удар В голову Из-за того Что вот эти Вот вещества Действуют Вот так вот они То есть Вот эти вот Душистые Эфирные Вещества Свеклы Они так Сильно действуют Но Как раз Вот эти вот Эфирные Вещества Душистые Они-то и ведут Самую Настоящую Самую Как бы сказать Сильную Целебную Работу В организме Поэтому Надо начинать С чайной ложечки На стакан Яблочного сока И дальше Добавлять Уже там Побольше Ну как я Там Свеклу Одну А то Две Я где-то Примерно Могу Выпить И нормально Будет Ну сколько Ложки Три Свекольного Сока Смешанные Там допустим На пол литра Яблочного сока И все нормально Я только почувствую То есть Вот эти вещества Важно понимать Именно они ведут Мощнейшую Целительную Работу В организме Поэтому Они так и действуют Что человеку плохо Что он может там Вырвать Или еще что-то Или еще что-нибудь Поэтому Создалась такая Рекомендация Что Якобы Надо Чтобы этот сок Отстоялся Чтобы эти вещества Улетучились Но улетучились Вы их не получите То есть вообще-то Самая целебная часть В любом растении Это вот как раз Вот это вот Эфиросодержащие Вещества Которые Душистые По своей природе Вот они-то и действуют А дальше уже идет Как бы сказать Действие этими самыми Минеральными элементами Или еще чем-то Или еще чем-то То есть Не столько Жизненной силы Растения Сколько уже там Грубо говоря Вот Тем что в ней там Содержат Из-за этого Такая рекомендация Что свекольный сок Там надо отстаивать Чтоб он вот так В голову там Не бил Не поднимал давление Там не так растворял То есть Не действовал так резко На организм человека Она имеет Место быть Имеет место быть Отстояли Там выпили Но Лично я считаю Если вы хотите Получить более Так сказать Мощное действие То лучше Использовать Сразу сок Он еще не успел Окислиться Он еще не успел Думаю говорить Подвергнуться Вот разложению Значит От цвета И он обладает Самой большой мощью Поэтому я Именно пью Вот так вот Вот что касается Соковыжималки Вот что касается Использования соком Кстати смотрите Целебную кулинарию Я там столько Этих соков Передавил И рассказал о них Вы получите Максимум Полезной информации Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровьица И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok